Дорогие друзья, вы просто не представляете, сколько времени я ждал данного события. Вы не представляете, сколько времени прошло с того момента, как я просил разработчиков наконец-таки выпустить порт Pixel Gun на компьютер в Steam, чтобы вышла игра. Вы просто не представляете, как я долго ждал данного события. И что вы перед собой видите? Да, ребятки, я сейчас нахожусь не в эмуляторе, я сейчас зашел в полноценную стимовскую версию пререлиза. Мне выдали ключ, и я смогу с вами протестировать данную версию и порадоваться вместе с вами. Всем привет, ребятки, с вами снова Nemesis, и мы с вами будем сегодня рассматривать Steam-версию Pixel Gun 3D. Да, это просто какая-то жесть. Я уже на самом деле дня два поиграл, часов я покажу на экране, сколько уже прошло, сколько я поиграл, потестировал разного. И смогу с вами наконец-таки поделиться своим вердиктом, минусами, плюсами и что стоит вообще ожидать от Steam-версии. Вы наверняка уже видели на зарубежном ютубе, уже и Drot выпустил, и Pixel Eko не одно видео выпустил, видосики по поводу Steam-версии. И Nemesis-то куда делся? Nemesis тоже здесь с вами и готов поделиться данным событием, данными эмоциями вместе с вами. Короче, ребятки, что? Будем с вами разбирать Steam-версии? Чем она отличается от телефонной, что здесь нового, что здесь вообще, как все выглядит. Все будет по порядку. Вот, еще раз повторяю, что выход в Steam-версии состоится 2 апреля игры. Да, игру можно будет скачать 2 апреля. Вот, но перед 2 апреля вы должны вообще знать, что здесь происходит, поэтому, соответственно, вы же не просто так здесь собрались. Будем с вами все сейчас рассматривать. В общем, заходим сразу в Arsenal. Как вы видите, здесь, в принципе, ничего не поменялось. То есть, интерфейс такой же, пушки все такие же, все здесь такое же. Вроде подумаете, что это похоже на эмулятор. И, возможно, я фейк сделаю. Ну, на самом деле, вот, перед тем, как мы будем с вами делать разбор, да, я вам просто показал Arsenal, подумали, что, типа, а, так тут нифига не поменялось. Сейчас я вставлю мини-короткий ролик, как я вообще впервые зашел в Steam-версию, открыл игру и что там происходило. Давайте прямо сейчас на ваших экранах вы посмотрите. Продолжение следует... Ну что же, вот такое вот чудо у нас, так скажем. Вы уже наверняка заметили, как здесь поменялась графика. Вы уже увидели тут управление компьютерное. Но сейчас я, в принципе, буду с вами поподробнее все это рассматривать. В том мини-коротком ролике без звука я, в принципе, просто рассматривал и впервые вообще смотрел, что здесь происходит еще до выхода видеороликов дрота или пикселека. Что вы, на самом деле, можете сейчас еще увидеть интересное? Вместо курсора здесь кружочек. В общем, кружочек — это наш курсор. Не знаю, блин, это может быть и странно. Вроде и нормально смотрится. У меня такое 50 на 50 мнение насчет этого. Напишите, как вы думаете. Вот, что еще? В принципе, самое интересное — это, наверное, настройки. Поэтому погнали быстренько в настройки. Вообще посмотрим, что здесь изменилось, какие здесь есть отличия и что вам нужно знать. Во-первых, вы здесь видите кнопку «Перенос» или «Удаление аккаунта». В общем, здесь как будет работать? Вы не сможете перенести аккаунт с iOS и Android в Steam с сохранением ID. То есть он у вас скопируется. Я, в принципе, это понял так. Потому что лично мне сделали данным способом. У меня теперь получается, что аккаунт клонирован. У меня на телефоне с одним ID старым и здесь с новым ID. В общем, не знаю, насколько это классно или нет, но в некотором плане нет. Потому что, условно, вы здесь дома играете, у вас есть компьютер, вы поиграли, там прокачали, что-то купили пушку. И вдруг вы уехали куда-то отдыхать. Или уехали там на учебу. И там решили поиграть. Вы какую-то пушку купили, а она у вас, получается, вообще оставилась только на телефоне. На компьютере вы ее никак не сможете уже получить. Только заново здесь еще раз это фармить. Ну, в общем, есть такое вот недоразумение, можно так сказать. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но, наверное, скорее нехорошо. Потому что вы не сможете синхронизировать данный аккаунт с телефоном. То есть, либо вы здесь играете, либо вы играете на телефоне. Вот. У меня, получается, мой старый аккаунт теперь только на телефоне. И я смогу его прокачивать дальше на телефоне. Здесь у меня уже клонировано все. И здесь у меня уже совсем все по-другому идет. Вот. Далее, что еще могу сказать. Выбор персонажа. Парсонажа здесь остался такой же, но твинг тоже не перенесся. Твинг теперь тоже здесь будет новый. Как вы видите, я могу купить за 300 алмазов. И что это значит? Я уже в прошлом видеоролике про Steam-версию, где мы с вами читали новости из Steam, сказал, что на втором канале будет эксклюзивное прохождение PG-0 Steam-версии. Поэтому залетайте по ссылочке в описании, я там оставлю. И мы с вами купим за 300 алмазов новый твинг и будем его прокачивать. Посмотрим, что там будет происходить. Вот. Говорят, что будет тяжело, потому что здесь не работает реклама. А с рекламой очень много валюты. Ну, в общем, посмотрим, что будет происходить. Это интересно. И посмотрим. Раз в недельку постараюсь сделать там видосики. Поэтому залетайте. Вот. Далее, чего еще? Здесь, в принципе, больше ничего не поменялось. Все то же самое. И самое интересное, это дальнейшие настройки вообще. Что тут можно настроить? Можно настроить и FOV, и FPV. В общем, все эти старые настройки с телефона тоже можно здесь сделать. И самое интересное, режим прицеливания. Вы можете выбрать режим прицеливания. Нажать или удерживать. Я не тесил, что такое удерживать. Может быть, с вами посмотрим. Вот. Я использую нажать. То есть, у меня на правой кнопке мыши включается прицел. Ну, кстати, это достаточно удобно. То есть, у меня до этого был прицел на эмуляторе на четвертую клавишу, боковую, на мышке. Теперь у меня это. Вот. Ну, чуть-чуть про управление поговорим попозже. Далее, что у нас. Звуки в игре. Я уже, в принципе, оставлял фидбэк разработчику. Сказал, что было бы классно, если можно было бы не только громкость музыки увеличивать или уменьшать, ну, и громкость самих звуков в игре, потому что, ну, громковато бывает. Мне приходится для, ну, соответственно, программы, через которую я снимаю, настраивать там. А там это не очень удобно. Проще сделать здесь. Вот. Условно, если громко, я должен выйти, там перенастроить и все. А если бы здесь, я просто зашел бы и чуть-чуть убавил. Вот. Так что, в принципе, так. Ну, перезаписью я сейчас проверил звуки, потому что я думал, мало ли они отличаются от эмулятора. В принципе, то же самое. По звукам здесь не отличается. И надеюсь, что эту кнопку добавят, чтобы можно было регулировать. Далее. Ну, снова можно про чат выключать. Можно тут уведомления перенастроить. И новая кнопка режим стримера. Ну, это сделано для блогеров. В общем... Вот что это такое, а? А, еще мини-баг нашел, смотрите. Вот тут вот. Вот это от этой стрелочки. Короче, можно, да, включив эту функцию, можно вот такую штуку сделать, что выключается чат, выключается отображение кастомных плащей, скинов, логов, кланов. Ну, это, мало ли, там, какие-то всякие нецензурные всякая штука, может быть, чтобы вас не забанили на ютубе. Очень, кстати, классно сделано. И выключать приглашение в друзья. То есть, в принципе, если я буду вдруг стримить, надеюсь, летом, то я, конечно, включу эту функцию, чтобы меня там не раздражали, чтобы я не боялся какого-то там бана или прочего-прочего. Ну, вот. Также можно регулировать яркость. Вот этого, кстати, по-моему, не было на телефоне. То есть, это очень удобно. Можно сделать ярче, можно сделать темнее. Ну, нормальная, обычная функция. Далее, что у нас? Здесь соцсети. Вот. Ну, тут ничего не поменялось. Все то же самое. Также языки те же самые остались. И самое интересное, чего ждали многие, настройки разрешения. У меня монитор 4К, соответственно, я поставил 4К-разрешение. Далее, можно поменять FPS. Я поставил 60. Мне, в принципе, хватает 120. Я как-то особо не увидел разницы. Но тут зависит от вашего монитора тоже в том числе. Хотя, мониторы там условно... Смотрите, какая тут есть герцовка. Более 240. То есть, мониторы 240 Гц, я такие не знаю. То есть, какая у вас герцовка на мониторе, такую и ставьте. Вот у кого-то 144, ставьте 144. У кого-то 60, ставьте 60. И вертикальная синхронизация будет убирать гличи на экране, которые могут появляться. В общем, это во многих играх сделано. Но, типа, вы сможете подстраиваться под себя. Ну, скажу сразу. Я убирал вертикальную синхронизацию, ставил большую герцовку. И особой разницы не увидел. Поэтому, в принципе, как бы, смотрите сами. Разрешение, ставьте разрешение вашего монитора. Поэтому, кстати, больше я не знаю, есть или нет. Но я что-то не стану рисковать сейчас. А то возьму, что-нибудь сузится или это. Короче, я не готов. Но, 2 апреля, когда выйдет игра, ставьте ваше разрешение экрана. У кого 2К, ставьте 2К, найдите. У кого Ultra HD, ну, 2К, да. У кого HD тоже. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Также полный экранный режим. И вот это вот. Я не знаю, если честно, что это такое. Но у меня стоит No. Вот. Так что я не разбирался, что это такое. Далее у нас чего. Управление. Это управление контроллером. Сразу скажу, что, к сожалению, пока что поменять управление нельзя. Но, вроде как, я спрашивал, скорее всего, в релизе будет такая возможность. И вы сможете подстроить под себя управление на джойстике и, соответственно, на клавиатуре в том числе. Вот раскладка клавиатуры, мышки тоже здесь. Я вот, к сожалению, не могу поменять. Мне вот неудобно условно перезарядку на R. Я привык на эмуляторе играть, что у меня перезарядка на боковой клавише мыши. Я не смогу это сделать. И надеюсь, что такую функцию завезут и будет классно. Также, ребятки, вы уже заметили переключение пушки колесико мыши. Да, это очень имбово, особенно для спамеров. Я уже, кстати, попытался спамить колесико мыши и скажу, что это очень необычно. Привыкнуть можно, но поначалу я прям пипец. У меня просто тупо пушка переезжала не на ту, и это было неудобно. Но, опять же говорю, я не спамер, и мне просто было интересно попробовать, что значит спамить через колесико мыши. Так что после релиза вы сможете воспользоваться этой штукой и попробовать самим постараться что-то тут наделать, получается, спамом через колесико мыши. Я скажу сразу, что это очень необычно. Также мне не устраивает распределение гаджета на клавиатуре. Мне неудобно, я должен посмотреть на клавиатуру, найти ту букву и нажать. У меня нет такой интуиции сразу, несмотря на клавиатуру, нажать. Я бы сделал так, как мне было удобно на эмуляторе. Также все пушки 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть от 1 до 6. Это тоже неудобно, потому что я не всегда использую колесико мыши для переключения пушек. Было бы классно, если можно было бы поменять. Кстати, я вообще не вижу такой настройки, что можно поменять выбор пушек. Да, это очень странно. То есть условно основное, пистолет, там. Надеюсь, это завезут, это прям необходимо. Потому что я не могу, мне неудобно тяжик на 6 клавишу нажимать. Я должен вот так посмотреть, потянуться рукой до 6. Ну, такое. Так что есть вот такой вот недочет, но, скорее всего, это исправит. Сейчас просто бета, я опять же говорю, у меня пререлиз. Такая, скажем, версия. И здесь не все еще завезено. Вот такие вот, в принципе, настройки сейчас здесь существуют. Вот, далее. Что еще могу подметить? Графика. Вы уже видите наверняка, что графика здесь изменена. И выглядит на самом деле неплохо. Также здесь присутствует размытие экрана в игре. Ну, сейчас вы сами все увидите. Мы будем с вами играть и проверим. Появилась кнопка выхода. Вот тут вот, в углу. То есть не только Escape можно выйти. И теперь можно выйти без клавиатуры. Вот, далее. Чего еще могу сказать? В принципе, как бы, лобби не отличаются никак от телефона. Это видно. Разве что графика. Графика здесь в разы лучше. Ну, это неудивительно. Это все-таки компьютер. Они в разы мощнее, чем телефоны. В общем, небольшая вставка. Я-то забыл показать самое интересное. Тут добавили пушки новые. Ну, как одну новую пушку и скины. Но пушки будут. РГБ еще нету. Я вот в этом плане говорил. Пока еще одну пушку завезли лично в эту версию. И скины. Давайте быстренько глянем. Вот, как-то это забыл. Самое вкусное. Я не знаю, как. Пушка новая. Заходим в галерею и в самый конец. Вот. Я не знаю, почему никто это не показал. В общем, новая пушка. Лазерный луч победителя. Вот так вот выглядит. Просто посмотрите. Переливается. На самом деле, это Рискин. Рискин ультралучемета. Да. Рискин. Рискин. Какая-то фамилия кому-то. Да. Рискин ультралучемета, скажете. Ну, посмотрите. Он и переливается. Я так понимаю, он будет в турнире. Поэтому ждем. Вот. Что он будет творить, соответственно, в видеоролике. В следующем про обзоре на пушки вы посмотрите. Вот. И скины. Скины. Подождите. Что-то у меня тут нету. Я сейчас увидел, как будто у меня каких-то пушек нет. Вот. Вот они. Вот они. Они есть. Я тут... Офигеть. Хорошо, что я это заметил. Вот этот RGB-сет. То есть, в принципе, я правильно. Я не ошибся. Пушки новые. Посмотрите. Я впервые... Я забыл вообще. Я их не увидел. Это, короче, RGB-сет, который будет в DLC. Посмотрите. Это... Неуэлл-пистолет просто. Офигеть. Это что такое? Уничтожитель FPS. Посмотрите, как переливается. Офигеть. Посмотрим. И... Охотник за достижениями. Такая снайперка, который будет киллы подсчитывать. Короче, ребятки, ждите. Обзорный RGB-сет. Это офигеть. Не встать. Круто, блин. И вот я... Я их не увидел и клянусь. Еще впервые заметил. Офигеть. Короче, ждем. Вот. У меня их пока вити нету. И вряд ли пока выйдут. После обновления, скорее всего. Вот, так что посмотрим. Вот. И скины. Скины, кстати, да. Есть. Мне проще, наверное, сделать так. Нет. Где они у нас? А, вот-вот. Кстати, они все за детали у нас. Где у нас скины? Вот-вот-вот. Да, еще вот. Плохо, что нет вот этого листания. Быстрого. Чтобы можно было перелистать. Нужно вот так. Вот так вот. Ух. Так. Где они? Где эти скины? Что-то я их не вижу. О, нашел. Вот они. Просто. Помните этот? Poison Set. Frost Set. И Fire Set. Вот они. Волновой пульсатор. Вот так вот выглядит. Poison этот. Скин. Классно. Я, надеюсь, выбью его и попробую поиграть. Ну-ка. У эффект у него тоже меняются, кстати говоря. Прикольно. Вот. Я их не рассматривал, кстати говоря. Я вот сейчас впервые с вами смотрю. Керамбит огненный. Огненный тактический нож. Ух. У меня еще эффекты есть. Вау. То есть Керамбит уже теперь не обычный дефолтный. А уже такой. Офигеть. С всякими эффектами. Так. Далее у нас. Проект Быстрая стая. Frost Skin. Хорош. Далее. Преследователь X3. Скин Смертоносный Преследователь. Ну, тут как-то особо прямо и не скажу, что что-то отличается. Но скин прикольный. Так. А, вот еще. Цифровой Рассвет. Скин Ядовитый. Цифровой Рассвет. Ух ты. У него эффекты и звуки тоже разные. Прикольно. Проект Marlin Frost Skin. Ух ты. Даркута ценит. Он любит просто пушку Проект Marlin. Вау. Классно. И ТСВ, да? Да. ТСВ. Скин. Огненно тяжелая снайперская винтовка. Вау. Любители ТСВ, ребятки. Вас ждет классный скин. Так. Что у нас тут еще есть? На ручной миниган. Ух ты. Неплохо, неплохо. Выглядит классно. Но вот, кстати, на эту пушку очень классно смотрится. Вот. Далее у нас Проект Дельфин. Frost Skin. Ну, похожая как на вот это, понятно. Устранитель Х2. Ну, нормально, нормально. Так. Это же вроде не все. Где-то еще что-то должно быть. Лазерный цикл, да? Вот, ядовитый. Ух ты. Нифига себе. Реально токсичные выстрелы. Прикольно. Так. А, этот был, да. Помню. Ну, да. Вроде все. Ничего тут не забыл. Да. Вроде все. Вроде пушки. А, нет. Еще что-то должно быть же. Еще вот. Раз, два. А где третья? А, во, во, во. Ликвидатор Х1. Да. Ну, вот так вот выглядит. Ну, эти скины, мне кажется, не самые интересные. Тут вот эти прям вообще классные. Пойзон, Фаер и Фрост самые прикольные. Поэтому как-то так. Еще есть некая информация, забыл рассказать. Я же сказал, что расскажу кое-что про кланы. Есть некий нюанс. Из-за того, что аккаунт переносится с другим ID на компьютер, и наоборот, с компьютера на телефон, вы теряете, соответственно, старый аккаунт, ну, как теряете, он остается у вас чисто либо на телефоне, либо на компьютере, откуда вы его перенесли. И из-за этого у вас получается новый персонаж. В кланах вы не сможете собирать нормальные доходы. Условно, вы с телефона перенесли на компьютер аккаунт, как я дам. И теперь у меня этот аккаунт, получается, я зашел в клан, на этом аккаунте в клан. У меня этот аккаунт чисто на компьютере. И, условно, я куда-то пойду, я не смогу играть. А там же надо доходы по КД собирать. И как я буду это собирать, неизвестно. Надеюсь, короче, как-нибудь это переделают. А то мы уже с Олей там пообсуждали в Дискорде. Чуя, там будут много недовольств по этому поводу. И, надеюсь, что-то изменится. Я тоже сообщу эту информацию, соответственно, разработчикам. И, надеюсь, что-то придумают, чтобы можно было такого избежать. И было какое-то равенство. Вот, типа такого. Так что, вот такая информация. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Ну, я думаю, многие со мной согласятся, что этот нюансик нужно учесть разработчикам и исправить. Вот, что еще? Заходим в бой и смотрите, что здесь происходит. Никаких тут этих размытых фонов нету на эмуляторе, то, что было. Мне вырви глазом было, что условно Королевская битва выглядела вся вот такая вот расширенная, все пиксельная. Все теперь это сделано нормально. И интерфейс здесь, получается, перепортирован под ПК. Также, слева, посмотрите, какая огромная кнопка турнира. Да, нас ждет новые турниры. Нас ждут новые турниры. Я не знаю, почему у меня ранговый сезон 2. На самом деле, я зашел сюда, и мне просто выдали 500 алмазов. Ну, это очень странно, но это, скорее всего, баг, конечно, и это все исправит. Вот, сказать не могу, что здесь будет, но, как бы, похоже, как будто раньше были похожие события, и выглядело примерно так же, типа, сыграть один матч, таблица лидеров, и, ну, короче, сезоны разные, зимы не там. Похоже, видно, что-то с этим будет и турниры. Также, выбор режима. Здесь очень интересно сделано. Господи. Вот это очень, вот это я, кстати, сейчас только заметил. Вот это как-то, оооо, что за это? Как будто мне МРТ какое-то делают головой, просто мелькает все вот так вот. Надеюсь, это исправят. Вот, здесь, короче, есть выборы режима. Можно выбрать случайный бой команд против всех. Вот, от этого зависит количество наград. Ну, тут, типа, кубки тоже останутся. Короче, тут как-то переработают турниры, сказать не могу как. Потому что я не знаю, они еще не работают. Потому что, соответственно, релиза нету, как они могут работать. Вот, так что, в принципе, вот такая тема. Но мы ждем, когда выйдет обновление. Я с вами посмотрю, что здесь будет происходить. Вот, также здесь награда за первый бой. Я уже сыграл, никакой награды мне не выдали. И информация есть. Надеюсь, это то, о чем я думаю. То есть, при первом входе в турнир, да? Давайте с вами почитаем. Я, если честно, не читал. Но, как видно, тут вообще какие-то... Смотрите, что здесь переделали. Вот эти иконки, вот этих вот, соответственно, уровней турнира, можно так сказать. Очень необычно. Встречайте систему ранговых матчей. Играя матчи, получай трофеи, соревнуйся с другими игроками и стань лучшим в сезоне. Какие-то тут сезоны, какие-то ранговые матчи. Не особо понятно, если честно. Далее. Побеждай в ранговых матчах и получай трофеи. Чем выше твой ранг, тем больше трофеев ты теряешь в случае поражения. Ну, это было всегда. Во всех турнирах. И в самых первых, и в переработанных. А что вот. И самое интересное, посмотрите. Сундук-то какой. Из старых кланов. Кто играл, тут понимает. Блин, я соскучился по этой модельке сундука. Очень классная. И, походу, ее вернут. И вот это вот, помните, вот эта полоска? Кто играл давно, в старых кланах 1-0. Когда еще осаду только завезли. Вот эта полоска. Вот эти сундуки сверху. Господи. Видно, они решили эту штуку сюда задействовать. Посмотрим, насколько это будет классно. Ну, кстати, в кланах было неплохо. Сделана очень неплохая штука. Вот. Сейчас поменяли. И про кланы чуть-чуть позже заденем. Там кое-что еще есть мне сказать по этому поводу. Ну, что тут у нас? Заполни путь прогресса трофеями, чтобы получить награду за победу. В случайном режиме ты получишь больше трофеев. Короче, тут типа путь славы такой появится снова, но уже в турнирах. Типа, получаешь эти трофеи, у тебя полосочка двигается, ты получаешь награду. Таблица лидербордов, видно, тоже будет давать награды. Вот, дальше смотрим. Поднимайся в таблицы лидеров, чтобы забрать награды и попасть в сотню лучших игроков. Ну, понятно. Соревновательные режимы. При смене сезона ты попадаешь в новую таблицу лидеров. Если твой ранг 4 или ниже, то он остановится без изменений. От всего прогресса выше 4 ранга останется только 30%. К новым победам. Не особо, если честно понял. Ну-ка, при смене сезона ты попадаешь в новую таблицу. То есть, ты, типа, выиграл, ты попал в новый сезон. Ну, как выиграл, то есть, ну, повысился. Вот, ты попал в новый сезон. Если твой ранг 4 или ниже, то есть, какой-то ранг, какие-то... А, может быть, тут какие-то сезоны будут? Слушайте, может быть, тут разные сезоны. А ранг это ты, типа, сам прокачиваешь персонажа как-то. И... И, типа, надо выше ранг получать? Не особо понятно. Короче, нужно ждать релиза. Я, если честно, не понимаю. Может, тут какие-то сезоны появятся, я не в курсе. Вот. В принципе, как-то так. Ничего не понятно, но очень интересно, вы скажете. Я точно так же говорю. Я очень жду тут события, закончившиеся в 21 день. Ну, я думаю, это, возможно, изменит, потому что релиза нет. Вот эта Steam-версия доступна только блогерам, как я, только в зарубежном. Вот. Я единственный, кто в СНГ снимает. Вот. Так что, в принципе, очень неплохо сделан интерфейс. Мне очень нравится. Все удобно стало. Вот эти картинки новые. Ничего не размыто. Я уже повторяюсь. Но здесь ничего не изменилось. То же самое, как на телефоне. Рейды, те же самые рейды. Мини-игры, те же самые мини-игры. Компания, те же самые острова. Временные режимы. Тут вот заражение сейчас. Свободный режим. Классические. Тут все, в принципе, все ничем не без изменений, так скажем. Королевская битва. Кстати, она сразу запускается. Мы с вами сыграем в Королевскую битву. Там очень удобное управление, лично по мне было. Вот. В принципе, что я. Пока что тут все. Что еще могу от своего слова добавить? В принципе, все. Теперь осталось нам протестировать графику и управление. Я вам скажу, как играется. Ну, к сожалению, опять же, повторяюсь. Изменить управление нельзя. Ждем. Надеюсь, после релиза такая возможность будет. Чтобы можно было разной категории поменять клавиши. А то 1-6 не очень удобно. Вообще неудобно, я скажу лично по мне. С гаджетами неудобно. И будем с вами играть с таким-то управлением. Погнали. Заходим на Небесные острова, потому что здесь очень можно классно увидеть изменение графики. Let's go. Так же, как вы видите, при загрузке здесь пишется уже не телефон, а монитор. То есть видно, что ты играешь типа с компьютера. Так, ну что? Уже видно, да? У нас есть значки пушек, написанные снизу. Надеюсь, тоже будет возможность это скрыть при желании. Может, раздражает. Вот. Колесико мыши. Смотрите, как я быстро переключаю. Просто вот. Я могу словно взять там и начать стрелять. Что насчет графики? У меня стоит 4К разрешение. Снимаю я в 2К. Надеюсь, будет все видно и вы сможете увидеть. Просто посмотрите. Есть вот это вот размытие. Возможно, скажете, типа, головокружение может возникнуть. Я понимаю. Потому что если вот так вертеть, это вот так вот будет. Надеюсь, будет возможность это выключить. Но я спрашивал, вроде должна быть такая возможность. И сейчас я просто пока не особо стараюсь играть. Я показываю вам графику. В принципе, здесь типа шейдеров, можно так сказать. И сделано неплохо. Но вот это размытие, если будет возможность выключить, было бы классно. Что сказать по управлению? Играть удобнее, чем на эмуляторе. Как-то привычнее, что ли, так скажем. Компьютер. Есть компьютер, соответственно. А, я в него не попал. А мне казалось, что я в него не попал. Ладно. Вот. Конечно, нужно привыкнуть. Я еще не особо привык к управлению. Но все-таки отличается от эмулятора. Как-никак. Но скажу, что привыкнуть будет поудобнее, чем на эмуляторе, опять же. Так. То есть, соответственно, научиться здесь очень хорошо играть вполне реально. Да и спамить. О, видите? Тут красная подсветка есть. Но я думаю, это все из размытия сделано. Если будет возможность это выключить, это будет классно. Ну, я думаю, завезут еще настройки кое-какие. Так. А чего у меня не ваншотит? Также вот гаджеты. Я вот хочу выпустить дух дракона. И она на G. И мне неудобно туда смотреть. Я должен найти ту клавишу, чтобы выстрелить. Ну, такое себе в этом плане. Также какие-то полоски есть. Ага. Ну, вот прицеливаться, вот лично мне, вот королевским револьвером, в разы удобнее в Steam-версии, чем нежели на эмуляторе. Вот. Так. Если вдруг вам покажется, что я немножко странно комментирую, извините, я просто пипец, конечно. До сих пор не верю, что я играю в полноценную версию для компьютеров. Вот. Мне как-то комментировать вот это все. Я до сих пор кайфую. У меня такие двоякие ощущения просто. Это, конечно, прикольно. Ну, возможно, и классно, что я так комментирую. Так, давайте. Ну, напишите как. Хотя, скорее всего, нормально, потому что сколько мне казалось, что я как-то странно комментирую, пересматриваю и про себя думаю, да вроде нормально. Что насчет установки турели? Вот тоже не очень удобно. Мне нужно находить эти клавиши. Я вот, допустим, захотел отменить турель. Мне нужно найти на клавиатуре эту клавишу. Но нет у меня по инерции такого чувства, чтобы я мог это сам интуитивно исправить. Мне кажется, как будто здесь разброс больше. Либо мне просто кажется... Ну, вот я стреляю с очевы, как будто тут какой-то разброс. Так. Что еще могу подметить? Ну, давайте посмотрим на солнце. Ну, вроде как бы и похоже, чем было на телефоне. Никаких отличий особо нет. Ну, выглядит все-таки графика куда поярче, покрасочнее. Так. Ну, вот видите, чувствительность. Чувствительность надо менять, потому что здесь мне не очень удобно. С такой чувствилкой большая очень. Давайте я, наверное, сейчас попробую немножко уменьшить. Так. Давайте. Сейчас на какую-нибудь другую карту. Ну, как видно, управление здесь отличается. А вот именно, так скажем, внешне здесь отличий нет. Давайте на райский уголок пойдем. Здесь тоже видно прямо красочную графику. Чувствительность. Также, чтобы выйти в меню, надо нажать на Escape. И, как видно, арсенал, если вы хотите сменить пушку, здесь уже в меню можно это делать. Вот, заходите и меняете. Вот, настройки. Чувствительность. Чувствительность. Я могу здесь изменить? Так. Могу. Вот, 20 мне многовато. Давайте я на 17 попробую. Ну, вот уже, по-моему, получше. Во, смотрите. Светло как. Просто посмотрите. Райский уголок. Реально прям все светится. Прямо райский. Прямо чувствуется, как будто вы в каких-то южных странах отдыхаете. Так. Ну, реально классно. Посмотрите просто, как выглядит графика. Посмотрите мое предыдущее видео про, соответственно, партизанскую винтовку и вот это. И сравните просто графику. Да, даже кому, типа, неохота смотреть мое старое видео, просто зайдите на телефоне в свою версию и посмотрите, как там. И здесь. Ну, отличия прям явные. Так. Единственное, конечно, надеюсь, что размытие можно будет убрать. Мне лично не мешает, но многим мешает. Поэтому, кто посмотрел видеоролик, подумали, типа, ой, какой кошмар. Надеюсь, будет возможность это убрать. Я тоже надеюсь, потому что, чтобы игроков было больше, меньше хейта было. Надеюсь, такая будет функция. Вот. Т и Е установить, соответственно. Ну, неудобно. Я должен на клавиатуру посмотреть, чтобы это сделать. О, ну, блин. Играется прям комфортно. Мне прям нравится. Чувствительность можно тоньше настраивать, нежели чем на эмуляторе. Там все тяжелее в этом плане. Так. Ну, наверное, многовато мне такая чувствительность. Короче, надо настраивать. Также можно чувствительность мышки менять еще в том числе. И, короче, под себя всю эту штуку делать. Ну, вот я условно с АЧВ. Смотрите. То есть, в принципе, мне удобно попадать. Так. О, смотрите. Оп. Ага. Вот G. Вот я хотел сейчас дракона выпустить. Я его не выпустил из-за того, что мне G неудобно. Она очень далеко. И это, блин, не очень приятно. Очень не очень. Также я поиграл с миротворцем. Мне с миротворцем как-то в разы комфортнее играется в этой версии. А у него черепашья броня, по-моему. Да, похоже, у него черепашья. А, вот сейчас я, кстати, смог выпустить дракона, не посмотря на клавиатуру. Так. Сказал, что мне с миротворцем комфортнее играть. Как будто бы... Да не, реально. Типа удобнее вот это все менять и на миротворца переключаться. А, это не черепашья броня. Это щит от пушки. Все, я понял. Ага, точно. Это новая пушка. Угу. О, взял, пострелял миротворцем. Пошел фигачить королевским револьвером. Блин. Да, чувствительность. Ну, короче, я буду под себя настраивать, потому что мне не очень комфортно. Это буду за кадром делать. Так. Типа вот. Я взял, захотел выстрелить. Выстрел. Так же, ребятки, что еще могу подменить? Смотрите. Я кружу, верчу, прыгаю с зарядом мощности. Вот. Так же могу с лунными клинками протестировать. Смотрите. Я могу вот так вот раз повернуться на 360 и просто рывок делать, куда хочу. Это очень имбово. То есть, такая возможность тоже здесь будет присутствовать. Ну, да. Это комфортнее. Так. Теперь. Чего еще? Это красная подсветка. Видно, да? Здесь красная подсветка. Здесь есть у персонажей. Так. Ага. Есть. Вот. В принципе. О, 40 матчей в любом режиме я выиграл. Нифига себе. Нормально. Так. Давайте теперь снайперские форты. Вот это, кстати, интересная карта. Посмотрим, что здесь происходит. Тоже посмотрим, как отличается графика. Я уже поиграл и скажу в разы лучше. О, видно, да? Было размытие такое. Вот. Бонус на Е активировать. Тоже не очень удобно. Так. Ну, да, да, да. Чувствительность большевата. Большевата. Да. Сейчас поменяю. Немножко большевата. Но это надо настраивать. Может, на 15 надо. Давайте попробуем. Как будто тоже большая. А ну-ка. Я сейчас на мышке чувствительность убавил. Так. Наверное, сейчас будет маленькая, да? Ну, это, короче, я буду под себя все настраивать. Нужно понимать. Ага. А что-то у нас тут союзники какие-то странные. Ну, видно, да? Смотрите. Здесь графика прям в разы отличается. Куда красочнее. Так. Опа. Опа. Ну, вот уже покомфортнее. Уже получше. Ну, это, опять же, да, я повторяюсь. Это я уже сейчас не буду все тут делать. Время терять. Сам буду стоять и настраивать. О. Здесь никаких вылетов не происходит. То есть, в принципе. Ну, пока что. Так. Ну, кстати, давайте я попробую кое-какую штуку. Сейчас попробую взять зарядную винтовку. Ой. Настройки нажал арсенал. Где у меня заряжающаяся винтовка? Она же типа заряжающаяся. Да, еще, ребятки, тут новые скины есть. Сейчас чуть попозже покажу. Ну, вот, да. Вот тут уже немножко чувствительность как будто не та. Так, вот. Я могу брать и прыгать. Опа. С зарядкой мощности могу прыгать и стрелять. Прикольно. Так, ну, рашеры. Так. Нифига. Смотрите. Смотрите. Я условно зарядил пушку. Захочу прицелиться. Раз, прицелился. Задерживаю. Отпускаю. Офигеть, это удобно. Это я только сейчас понял. Смотрите, короче, что можно творить. Офигеть. То есть, у меня прицел работает вне вообще стрельбы. Это имбово. Офигеть. Захотел выключить? Выключил. Офигеть. Прикольно. Ну, с зарядками играть удобнее стало. Давайте еще один матч, наверное, тут отыграем и в королевскую пойдем. Да реально удобнее играть. Офигеть. Ну, классно. Что могу сказать-то? То есть, в принципе, если научиться, то вполне неплохо играется. Мне, опять же говорю, пока еще не особо привычно. И это надо привыкать. В Steam-версии немножко тут отличается, конечно. Это размытие. Ну, блин, ну то, что можно условно зарядить, прыгать с зарядкой. Офигеть, это очень прикольно. Ага. Так, у меня боты какие-то снова. Захотел включить? Включи. Офигеть, это имбово. Это офигеть, как имбово. Ребят, короче, когда выйдет, сами попробуйте. Я вам не вру. Так. С мамонтом. Ну, мамонт, мне лень искать. На, чувствитель, теперь маленькая. Теперь маленькая чувствительность стала. Вот тонкая тут настройка. А где она у нас? Не, не могу вот такую чувствительность. Давайте на 20 попробую. Вот, Рашера. О. Да не, вот то, что я могу прыгать с зарядкой, это офигеть. Ну, я мог включить прицел. Ну, это надо... Да, это, конечно, уже нужно переп... Привыкать к этому теперь. О, захотел выключить. Раз, выключил. Притом, я задерживаю клавишу выстрела. Хе, это прикольно. Так, ну, у него позиция неудобная. У него тяжело попадать. Вот релоудинг на R тоже, конечно. Че так долго кровотечение-то длится? Офигеть. Опа. Не, ну, это вообще фиг попадешь. Нет, с зарядкой... С зарядкой тяжело в него так попадать, конечно. Ну, короче, есть тут некие тонкости в управлении. Опа. Ну, играть в разы лучше. То есть заряжающаяся винтовка теперь стала... Куда юзабельнее, чем раньше. То есть здесь нормально привыкнуть. О, заметила. И замечать противников здесь удобнее. О, то есть он у меня попадал разве? Мне казалось, он у меня даже не попадал. Ну, понятно. Давайте какую-нибудь другую винтовку сейчас. Прототип мой любимый. Ну, вот в арсенале, видите, это долгое вождение. Это, конечно, такое себе. О, меня тут, конечно, узнали. Добро пожаловать в видеоролик. Так. О, ну да. Ну, тут, конечно, да. Я еще не особо привык. Ну, я думаю, если научусь, то нормально буду фигачить. О, смотрите. Блин. Проводник душ. А, то есть при смерти тоже прицел сохраняется. То есть есть такая тема. Все обзоры теперь будут, соответственно, в этой версии. А прохождение с самого нуля, соответственно, на втором канале. Я уже говорил. Так. Ну, вот прототипом. Ну, как бы, типа, я на эмуляторе тоже неплохо им фигачил. Но тут-то в разы удобнее. Как будто я перед... Как? Блин, вот этот перс меня бесит. Там бегает за этой стенкой. О, ну, смотрите. Не, прототип здесь... Ой, блин, на что-то наступил. Ну, смотрите, как... Мне лично удобно вот так играть. Я могу включать спокойно на правой клавише мыши прицел. Понятно. Так, ребят, мы будем выигрывать-то, нет? У меня какие-то союзники, типа, пытаются, но, типа, не пытаются. Так, я постараюсь выиграть, но, блин, не гарантирую. Мне какую-нибудь позицию имбовую выбрать. Сейчас у меня какой-нибудь мамонт залетит. О, есть. А, ну мы выиграли, понятно. Норм. Ну, короче, удобно. Удобно. Я, конечно, не до конца еще привык, но вполне можно научиться. Ну, а что еще? Давайте Королевскую битву заценим. Заценим Королевскую битву. Что у нас будет там твориться. Так. Королевская битва. Сразу заходит. Все здесь быстро грузится. Это очень классно. Никаких задержек нет. Графика здесь лучше, чем на эмуляторе. Ну, понятное дело. Да и в 4К здесь текст не такой размытый. Ну, типа эмулятор. Это же, типа, ты эмулируешь телефон. То есть, типа, ты как бы телефон используешь в компьютере. А здесь именно полноценная версия. Что-то тут какие-то... Мэп можно на этот... На М. Ну, вот тоже, кстати, неудобно. Ооо, нет. Это очень неудобно на М. Так. Вот. Спейс, нажми, чтобы высадиться на карту. Сейчас покажу вообще, как здесь играется в королевскую битву. В разы удобнее. Ничего не лагает. В свободном режиме в том числе. Вот. Ну, там вот это вот... Ну, короче, надеюсь, завезут управление, чтобы можно было исправлять. Потому что, ну... Вот это кастомное, оно лично мне неудобно. О. Беру я колесико-мышь переключаю пушки. Оп. Офигеть. Раз, раз, раз. Ну, это, блин, это в разы удобнее. Кто там любит королевскую битву? Миша. Короче, попробуешь поиграть. Так. Это очень прикольно. Так. О. Все, я могу брать и просто поменять пушки. Вот захотел. Офигеть. Выбросить. Ну, тут же как сменить. Ну... Ж неудобно. Ж я бы поменял. О, прототип. Да, тут, кстати же, новые пушки с последним обновлением. Так. Вы использовать броню, ты использовать аптечку. Ну, такое, если честно. Это управление. Вот, ну, играется комфортнее. Так, это как? Чё? А? Ну, тут у прототипа какой-то разброс был, мне казалось. Может, это мне не казалось, а так и есть. Так. Так. Интересно, это боты или нет? Так. Ну, тут графика тоже видно лучше, да? То есть, все вот это вот красочнее выглядит. Причем, для этого вам не нужен супер-пупер мощный компьютер. Вы видели минимальные настройки? А, это, по-моему, боты все-таки. Ну, да, потому что мне тут аккаунт переносили. Мне пока тут, походу, игроки не попадаются. Так. 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 Ну, да, походу, реально у меня катка с ботами. Ну, покажу хотя бы, типа, как можно вот этот раз. Колесико мыши здесь имбово вообще просто взял, и он на автомат переключился. О! Да-да-да, боты, они, видите, сами появляются. Его вообще не было, даже рядом. Они так здесь и появляются. В королевской битве. Спавнится чисто. Так. Я тут, кстати, стоял. И раз резко, и тут сзади битва какая-то началась. С того ни сего. Это каким боком? Тоже никого не было. Так. Так. Ну, и чё? И где все? Странно. Ну, и сколько я буду бегать? Никого нет. О! Кстати, королевский сундук. Чё тут у нас? А? У меня уже полностью полуавтоматический дробовик забит. Так. Тут у нас опять коктейль молотого. Кто-то в кого-то стреляет. А кто? Так. Тут у нас граната обычная. Опа. Опа. О, видите? Бой резко начался. Так. Вот вообще, вот откуда они взялись? Фиг знает. Так. Так. Ну да, жалко, что тут игроков нет. Я бы... О, видите? Опять резко. И причём они все какие-то изичные. Погибают с одного выстрела прототипом. Это прям что-то совсем изи. Так. Давайте уже закончим побыстрее. А то скучновато с этими ботами. Они тупо рандомно спавнятся и типа... Типо это игроки. Но это не игроки, понятное дело. Так. Ну давайте уже закончим. Но если честно скучно. Я думал второй раз хотя бы тут игроки появятся. А фиг там опять боты. Ну графика прям, смотрите, реально. Прям глаза радуются. Приятнее, чем на эмуляторе-то. Так. Ну они покидают игру, причём. Так. Ну давайте... О! О! Вот откуда ты здесь взялся? А фиг знает. Ну чё, всё? По-моему я выиграл. Неудивительно с ботами. Ну вот лично мне, я хоть и нуб в королевской битве, мне комфортнее играть. На полноценной версии, а не на эмуляторе. Поэтому... Возможно я буду даже играть. Вот. На стриме, если он будет, конечно, поиграем. Боты, жалко, не игроки. Ладно. Всё. Я думаю, можно видосик заканчивать. Я здесь всё протестировал. Вот. Здесь неразмытый вот этот вот... Помните? На эмуляторе вот эта штука была размыта. Всё. Она теперь неразмыта, и глаза уже теперь так не болят. От увиденного. Фух. Вроде всё показал, ничего не забыл. Теперь ждём 2 апреля релиз. И, скорее всего, там будут какие-то некие изменения. Я опять сделаю второй видосик. Посмотрим, что изменилось. И ждите, короче. Обязательно подписываемся на канал, кто здесь впервые. Ставим лайки. Вот. Пишем свой фидбэк. Как вам вообще эмулятор? Что бы вы здесь... Фу, эмулятор какой. Не эмулятор в том-то и дело. Полноценная версия. Как вам? Как вам? Напишите, что вам понравилось, что не понравилось. Вот даже мой персонаж здесь выглядит куда лучше, чем на телефоне или эмуляторе. Прям вот видно графика. Обязательно напишите. Поделитесь. Вот. С вами я буду прощаться. Был Nameses. Ставим лайки. Повторяюсь. Возможно, странно сегодня видеоролик прокомментировал. Но, блин, эмоции зашкаливаются. Сами понимаете. Единственный в СНГ, кто играет в полноценный релиз. Ещё не релиз, а пререлиз. Стим-версии. Так что вот так вот. Всем-всем пока-пока. Увидимся в следующем видеоролике.